Когда подходит время готовиться к TOEFL, у нас часто возникает соблазн купить такую книжку, на которой написано TOEFL, которая решит все наши проблемы. И вот в одной книжке, то есть, ну вот, платишь там 36 долларов и все. И такая книжка навсегда. Ну, знаете что, этот подход мне не очень нравится, потому что нужно развивать навыки, а не готовиться к экзамену. К экзамену, собственно, можно понять структуру экзамена и понять какие там виды заданий. Но это не то, к чему нужно годами готовиться, а к чему нужно постепенно готовиться. Это работать над своим словарным запасом, над сложностью языка, чтобы одновременно и много сказать и минимум использовать слов. Для такого подхода, для развивающего подхода, постепенного, подходят вот учебники такого типа. То есть, когда мы на основании vocabulary, то есть слов, строим сначала понимание слова, затем потихонечку. То есть, ну, ищем его синонимы, затем, как мы его используем, это слово, какая это тема, как мы с ним строим предложение, как мы используем это предложение в параграфе, как этот параграф, ну, строится, какие тексты из него получаются, виды и так далее. Вот это подход, ну, просто загляденье. Мне очень нравится такой подход. И вот здесь он реализован в книжке Princeton Review. Princeton Review я тебе ставлю лайк за эту книжку. Называется Toyful Reading and Writing Workout. Workout в буквальном смысле, что здесь даже есть возможность, ну, писать, оставлять свои каракули и потом носить их с собой везде. Это плюс. Сколько она стоит? Вот. 19, 18, 99. Конечно, это много, ну, знаете что? Ну, сегодня все стоит деньги. Сегодня не советское время. И, ну, я считаю, это супер. Подход очень правильный. Сначала здесь очень такой интересный, интересный обращение к студенту, то есть, как учиться, как ты понимаешь эти слова, ну, сделай, напиши предложение с этими словами и так далее. Затем, ну, вот очень часто, часто используется этот подход уже в SAT. Это, ну, SAT – это другой экзамен, он уже немножко покруче. Ну, здесь, опять же, квиз, где мы definition matching, то есть мы делаем, ну, даже не знаю, не помню все слова, мы потихонечку их, ну, вытаскиваем из долгосрочной памяти. И так модулями, блоками по чуть-чуть и обязательно с письмом. Конечно же, вы не можете себя проконтролировать, чтобы постоянно писать здесь, но это сделать очень просто, когда у вас есть, есть для этого место, для этого есть, ну, соответствующее задание, несложное, когда оно разделено на части. И вот мне нравится такой подход, и большинство студентов, которые работали с такими книжками, а это, а это очень много книг, таких как Smith, я так сходу, сходу не назову, очень много книг используют этот подход. То есть начинается слово, сочетание, синонимы, затем matching, то есть, ну, игры со словами, потом предложение, затем потихонечку строим с ними тексты, затем даются тексты, вот как они идут в тойфле, и как мы находим, на какие слова мы обращаем внимание, как мы понимаем слова в контексте, затем уже, собственно, задание в тойфле. А после этого нам дается уже задание на writing. Ну, ребята, молодцы, спасибо за такую книжку. Если есть возможность, конечно же, ну, приобретайте или хотя бы, хотя бы, не знаю, в библиотеке. Спасибо, что смотрите.